Все, разгрузились, приехали, стоим на месте, лодка на месте, беседка на месте, мы дома. Дома, 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 мы дома, мы дома, мы дома, мы дома, мы дома. О, мамины цветы, какие красивые, все, какие красивые, дорога, 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 панорама дороги. Дорога к озеру, прошлый год почистил, придется в этом. Дорога к озеру, дорога к озеру, какой запах, ммм, как пахнет. А там сидит утка, а там он лебедь, а там он лебедь. Видим лебедя, да? Это все наш берег. Там видим нашу старую лодку. Итак, вчера была успешно посажена картошка. Сегодня мы отдыхаем с ломотой в костях, ногах, теле, плечах. И, пользуясь тем, что мы отдыхаем, мы отправляемся в путешествие. И эта дорога, вот такое место, которое у нас называли Сикульля. Из детства воспоминания об этом месте. В этом месте росла верба, большая такая. Низ был подгоревший от кострища. И здесь лежала большая бочка на 300, может быть, на 500 литров. И каждый, кому надо, привозил свои инструменты. В эту бочку заливали брагу и гнали самогон. Тут всегда было заболочено. Всегда было проблематично проехать, пройти, раскисает. Но это как бы сток таких грунтовых вод. Поэтому здесь всегда была грязка. Место или земля называется Леокопа. Здесь моя мама сажает картошку. Все лето за ней ухаживают. Потом осенью убирают. Вот вчера мы здесь так потрудились. Было все поле это. Росшей травой такой страшной. Мы его отодрали, перекопали. И вот посеяли картошку. Надеемся на хороший урожай. А почему Леокопа? Так вот там далеке и видим окоп. Сейчас мы к нему. Окоп. Это окоп времен войны 14-го года. В 16-м году, в 1916 году, здесь стояла линия фронта. Может год, может полтора. Большое наступление русской армии в 16-м году. Это вот все связано с этими событиями. Этот окоп – часть немецких укреплений. Стационарных. Вот мыли окопа. Странный бетонный объект. Вообще назначение в форме буквы Ю, НИЮ. Или человека с головой и плечами. Вот я не знаю. Назначение его мне неизвестно. Но поскольку, как вот, 1916-й, там, 14-й, 15-й год, тут стояла линия фронта. Дальше там была линия фронта. Вот мы еще на нее посмотрим. Ну, вот назначение этого объекта мне неизвестно. Но я думаю, что ввиду того, что вот, ввиду там вот внизу поля, оно довольно ровное. Такое горка. Да, это вид на нашу деревню Пасанки. Вот отсюда мы смотрим. Я думаю, что, может быть, здесь стояли какие-то главные офицеры этих немцев. Вот потому что и это бетон, и окопы бетонные у немецкие были. Ну, и, возможно, вот они отсюда управляли войсками, которые вот стояли вот там. Ну, или командовали, разводили войска, которые стояли вот там, где сейчас стоит вот эта замечательная пасынская корова. Люди стоящие, ну, люди, может, военные, стоявшие вот на этом сооружении странном, они воспринимали округу вот примерно так. Вот здесь упала бомба. Здесь же у нас дорога. Через Пасынки дорога. Вот, ну, туда, на Минск, на Москву, наверное, в каком-то. Вот, и тут шли немецкие войска, и вот была брошена бомба. Одна бомба была брошена в озере. Раньше, вот в нашем озере, нарыч. И вообще эти места славились богатыми уловами селявы, рыбоселявы. Ну, и потом, как говорят, что когда бомба упала, всю селява глубинная рыба ее оглушила, и берега были усеяны, вот, белые от этой селявы. Ну, с тех пор селявы нет. Здесь сделали дамбу, там дальше. Мы ее, может быть, увидим когда-нибудь. Вот, скапливается вода, и здесь были болота, а теперь вот эти болота превратились в озера, в озерко. В этом озерке водятся карасики. Здесь всегда была крыничка раньше. Вот она наполнялась водой. Правда, потом начало высыхать летом. Ну, и у меня мысль была, вот, сделать срубик и выкопать крыничку в этих кустах. А я вижу, что нашлись добрые люди и выкопали крыничку. Сейчас мы к ней приближаемся, приближаемся, на ходу приближаемся. Вот, да, вот она, крыничка. Выкопали, вот так красиво ее оформили. И с чистой водой, прозрачной. Крыничка с чистой, прозрачной водой. Крыничка хорошая, водичка хорошая, вообще классная водичка. Здесь, правда, живут лягушки, они попрятались, закопались в тот ил. Вода холодная такая. Ну, лягушки, они ж, некоторые даже едят. Это подъем на гору, которая возле нас. Ну, тропы заросли, но попробуем прорваться через эти тропы. А вот в этих местах, на которые мы сейчас смотрим, в этих местах, вот на этих горках, всегда вырастают троскалки, троскалки. Ну, такие ягоды. Вкусные? Мне они нравятся. Тропа на горку все-таки есть, не заросла. Лес этот посадили. Ну, тропа не зарастает, значит, кто-то ходит. А хорошо, значит, еще жизнь теплица не совсем потеряна. По дороге попадаются улитки. Вот, видите, какие они улитки с рогами. Да? Эти там роги. Ну, это не местный деликатес. Местные не собирают их, вернее, для еды, а собирают и сдают. То есть, это местный бизнес, назовем. По дороге к вершине нашей горы вот встречалась полянка колокольчиков, колокольная полянка. Наконец-то мы на вершине горы. И вот впереди открывается такое пространство. Снимаем с высокой горы. Это еще не высокая, но с нашей горы вот на руч. Вот она там. Деревья стали уже большими, и поэтому за ними нам не угнаться. Вот она, красотуля на руч. Тише, благодать. Опять же, место моего рождения. Место моего рождения. Продолжаем снимать пасынки, деревню пасынки и окрестности нашей деревни, вёски. Вёска пасынки. Видим все, и остров, примерно где-то в этих местах снимался клип Васильковая сень. Ну, опять посаженная зимы, так что можно думать о продолжении, о второй части. Следующим нашим объектом будет вот этот вот окоп, главенствующий над всеми тут высокими в этой округе. Ну, а теперь посмотрим по сторонам. Панорамкой панорамкой как всё выглядит. Красиво, замечательно. Панорамкой проехались. пробуем зум в этой камере. Вот идёт пока оптический, наезжаем на остров, оптический, ещё оптический, оптический. Вот зум. теперь наедем цифровым. Ну, видим мы там, что вот максимум цифрового. Что-то видим, что-то не видим. Дрожит. Здесь ветер. Вот там птички. Где эти птички? Белые. Может, птички, может, нет. Ну, это вот цифровой. Пробуем зум в этой камере. Вот идёт пока оптический. Наезжаем на остров. Оптический, ещё оптический. Оптический. Вот зум. подъедем и сделаем горизонт этих мест. Горизонт. Как он выглядит? Там уже не видно. Там. Слева. Горизонт этих мест. Удивительный. И тут вот деревня уже начнётся. камень узкий. Штатив еле удалось разместить. Поэтому, чтоб не упасть, я вот горизонт заснимаю. Горизонт. Так. Горизонт. 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 Подошли к окопу. Вот здесь заросло травой. Но здесь были глазницы, амбразуры. Мы находимся на вершине окопа, на крыше. Но сначала вид на озеро, на остров. Так. на озеро на ночь. Вот. Озеро на ночь. Внизу деревня пасы. И мы так вот сейчас пойдём панорамкой. просмотрим всё округу. Вот. Так. Ну, дошли до вышки. Теперь, теперь пойдём в обратную сторону. В обратную сторону. панорама с окопа, с немецкого окопа времён 1915-16 года. Первая линия немецкой обороны проходила вот там, где мы видим её. Сейчас мы на неё наедем. Там были укрепления, которые контактировали уже как бы с русской территорией. Вот тригапункт. Это вот высокая гора. На высокой горе у нас возле пасыных стоит тригапункт. Смотрим окрестности больше. Что нас окружает. Какая красота. Птички поют. Где-то какие-то машины шумят. А мы тут стоим на вершине окопа на крыше и снимаем панораму. панораму снимаем окрестности. Вот они как растягиваются там. Мы прошли озеро Нарач. Видели озеро Баторино. Там вот теперь где-то просвечивает там озеро Мядель. Обелиск на озеро Нарач. Памятник. У нас называют памятник. Раньше был такой другой. Тот мне больше нравился. Его еще мама помогала строить. Озеро Мястро с наездом вот там озеро Мястро. На нем расположен раньше городской поселок, а теперь город считается Мядель. Сейчас мы его попытаемся поймать. Вот это город Мядель. Нарач. Вот оно здесь где-то теряется в дереве и пошли. Озеро Нарач смотрим. Вот озеро Нарач. Тянется, тянется. Ну с этой высоты мы остров не видим. Его закрепляют кусты выросшие только там краешек острова. Но мои родные места. Вот смотрим озеро Нарач. Посматриваем панораму. здесь вот за этими деревьями вот там видим часть острова. Выспа называется. Ну это по-польски остров. так поляки называли. Тут западная Белоруссия была. Ну нас так и зовут Выспа. Вот озеро Нарач. Вот тут оно сейчас как бы исчезло от нас. Но еще будет появляться. Появляется там где-то где-то там вдалеке появляется. Ну и там вот где вышка там вышка. и от вышки там вдалеке. За вышкой там где-то вот там туда туда оно аж там где-то заканчивается. Там вдалеке. Эхо Первой мировой войны. Вот видим впереди окоп. Мы стоим на одном окопе, который выше его возвышается. А вот впереди окоп. Это вход. А амбразура направлена вот в ту сторону. И вот эти неровности на местности рвы всякие вот здесь у нас все пригорки, все перекапано этими неровностями. Это не просто неровности природные. Это все перекопано солдатами. Ну может быть людей привлекали. Вот это все эхо войны 14 18 или 17 года. примерно 15 16 году в этих местах стоял фронт полтора года. Потом было наступление. Вот русские находились вот там вот дальше. Вот это поле которое мы видим далеке это поле сейчас мы на него приблизимся там деревья вот эти вот стоят деревья там вот эти два дерева вот на нем на поле на это зеленое поле это вот наверное самые сражения здесь и происходили то есть там были русские оппозиции даже говорят что в районе вот тех двух деревцов вот этих двух вот этих где-то находился был взорван склад с боеприпасами ну во всяком случае детство моего прошло что мы ходили по этим полям вот по округе и находили патроны в основном вот на том поле в тех краях русские ну и потом их стреляли но они до сих пор усеяны металлами осколком остатками колючей проволоки всего эти поля то есть если вот по вспаханному полю пойти вот этому полю кровавому то там можно найти то есть обязательно найдешь патрон ну патроны отшрапнели такие ганульки у нас называют такие кругленькие сантиметровые там штучки шрапнели то есть все здесь вот были бои там вот дальше есть в том месте есть гора бородовская гора называют говорят она там раз двадцать переходила из рук в руки то немцы брали то русские вот а там вдалеке мы видим обелиск но обелиск это уже времена близкие к нынешним это вот вторая мировая война смотрим на этот обелиск вот он обелиск виден это ну в честь партизан и боев которые проходили перед уже второй мировой войны в этих местах красота кукушки кукуют красивые хорошие места ждут гостей своих чужих пусто стало были времена когда все вытоптано выкашено и здесь все выпахалось кончились эти времена нет людей уже только осталось снимать там далеке у нас открывается озеро мядель перед нами два дзота немецких вот передовая линия обороны я вот с крыши этого дзота я снимал панораму предыдущую вот второй видим дзот забрался на крышу второго окопа который пониже чтобы снять панораму озера мядель далеко далеко за кустами ну и такое недалеко там есть деревня скоры еще другие деревни ну и там и там вот тоже оно там дымки в той оно такое тоже большеватое тянется и где-то там теряется не быть пасынский окраин так они выглядят так и уж плохо выглядит пасынский окраин наверное не так уж и плохо оно строилось чего-то все стройки мы тут все сняли дворы задворки красивое место карасевая идилли вообще воды здесь много если бы так и осталось таких бы тут расплодилось больших и маленьких целое озеро кренечка хорошая кренечка вода хорошая надо было бы калину посадить да где на всех крениц наберешься калин карасиная идилли в другом ракурсе с другой стороны как квакают лягушки мой дом вид на мой дом наша деревня наша улица и вот вид на нашу садьбу наш двор цветы мама насадила забор наш наш дом есть беседка наш дом и львы